Так, ну что, начинаем, я думаю, все же соседи уже, я думаю, собрались у ваших минуты по сторонам. Итак, тема моей лекции, всем привет, тема моей лекции будет управление контентом Трупале. Меня зовут Евгений Вознюк, я фрилансер, занимаюсь Трупалом порядка 10 лет. Кто такой фрилансер, я думаю, все знают, правильно? Да. Окей, туда. Итак, начинаем. Первое, то, что вы уже, наверное, освоили, контент, нода, это одно и то же, это все, что мы видим, короче, на сайте Трупале, все статьи, это у нас ноды, да, я думаю, что это всем понятно. Следующим у нас будет такое понятие, так называемый контент тип. Что такое контент тип, я хотел бы показать на простом примере, я думаю, из жизни. Некоторые из вас точно, думаю, заполняли такой шаблон, когда еще не было без Лиза, для того, чтобы выехать в Шенген, нужно было подать аппликационную форму. И там нужно было заполнить поля, тут нужно было фоточку свою прикрепить, там, какую-то определенного размера, там, 3х4 или сколько там. Вот, тут описать имя, фамилия, то есть это все текстовые поля, да, и тут есть еще ваш пол, нужно было, как бы, галочку поставить, да, то есть поле не текста, а просто поставить галочку. Ну, и тут тоже, соответственно, набор полей, которые нужно было что-то поставить или что-то написать. Таким образом, это шаблон, как контент тип, то есть определенные есть поля. Когда человек-менеджер заполнил все поля, он нажал Save, сохранил, и получилась новая нода. То же самое тут. Вы приходили в посольство, в консульство, да, заполняли все данные, это был один листок, это как новая нода. То есть, если вы приходили в американское посольство и заполняли там свою аппликационную форму, это уже был контент тип американская виза, это контент тип европейская виза. Вот. Теперь посмотрим, что в труппале, Дима вам уже показывал, что в труппале по умолчанию два контент типа, это article и basic page. Сейчас мы посмотрим на них более детально. Первый article, это такой базовый тип, часто используется как лохи иногда пишут. Вот, выглядит следующим образом. Мы заполняем тайтл, мы заполняем, то есть, название статьи, мы заполняем, о чем сама статья, да, что мы хотим там описать. У нас есть теги, мы еще поговорим о них, но вы уже знаете, что это. Слово страшное, Дима говорил. Правильно, таксономия. Вот, у нас есть картинка и альтернатив текст. Кто знает, что такое альтернатив текст? А, у нас есть картинка и альтернатив текст. Правильно. Вот, тогда супер. Практически ничего не надо рассказывать. Вот, и есть там определенные настройки. Допустим, у нас есть возможность дать возможность комментировать статью или запретить. То есть, если мы close, то значит, соответственно, мы не даем возможность комментировать статью. Мы можем тут еще промоушен какие-то опции автора. Вот, ну и в итоге у нас получается красивая статья. У нас есть картинка тут с кошкой, да, текст и у нас есть комментарий. То есть, мы пишем о чем комментарий и пишем, собственно, сам комментарий. Дальше. Если мы заполнили две статьи, у нас уже на главной странице просто красота. То есть, список из двух статьй. Три, значит, соответственно, три статьи, да. То есть, все просто пока без проблем. Вот, basic page, это еще один стандартный тип контента в Drupal. Он чуть-чуть отличается от article тем, что тут только две, два поля. Title и body, да. Ну, есть возможность сохранить и настройки все те же. Комментарии, все, в принципе, как в article. Отображается статья, ну, чуть более уныло, да, в том плане нету картинки, никто не бегает по экрану, поэтому, ну, как-то так. Поэтому двигаемся дальше. Еще Drupal, естественно, так как он очень гибкий, мы можем ее настраивать. Есть такое понятие, как создание кастомного контент типа. Что это такое? Это, предположим, что вам пришел заказчик и говорит, ну, окей, у меня простенький сайт, но мне бы еще контент тип для новостей, потому что там должны быть поля. Ну, source, да, откуда новость, там, из BBC, там, я не знаю, там, с CNN или еще откуда, да, или Washington Post, да. Потом там есть автор, там есть data. В базовых контент типах такого нет. Плюс для того, чтобы понимать человеку, который будет создавать эти новости, писать, он просто выбирает создать контент, и там есть basic page, article, news. Человек, конечно же, выберет news, потому что он понимает, что ему, его задача создавать новости. Еще хотел бы замечание, что внизу каждого слайда есть путь. То есть, если вы перейдете на эту страницу, вы увидите список, соответственно, возможностей создания нового контента. Как это происходит? На данном примере показано создание контента типа блог. То есть, мы пишем, что это блог. Тут пишем description, то есть, описание, что человек, который сойдет на страницу добавления контента типа блог, будет иметь возможность там то-то, то-то. Ну, или как-то так, чтобы человеку было понятно, куда он зашел и что ему тут делать, и для чего это вообще используется. Идем дальше. Потом мы переходим на страницу добавления полей. О полях мы поговорим чуть дальше, и это, скажем так, основная крутая фишка группала, о том, что мы можем в контент тип добавлять всевозможные поля, там, этим довольно-таки просто пользоваться. Вот. Ну, по умолчанию у нас два поля, как в Basic Page, только Title и Body. Title – это название, то есть, то, что будет вверху большими буквами написано, а в Body, собственно, сам текст. Вот. Следующим мы будем переходить на эту вкладку и на эту. Вот. Тут уже мы видим настройку того, как будет выглядеть форма добавления контента. Какие поля, как они будут выглядеть. Предположим, вот поле картинка, да, Image. Вот. Тут уже написано, что размер картинки там будет 100 на 100. Там, Title – 60 возможных символов. Вот. Также мы имеем возможность, вот видите, крестик. Мы можем его перетащить в Disable. Когда человек будет заходить на создание этого контента, он этого поля не увидит. То есть, у вас есть возможность настройки своего контента типа. И на четвертой вкладке мы уже имеем возможность настроить то, как поле будет выглядеть не для администратора, а уже для конкретно пользователя, который зашел на вашу страницу. Вот. То есть, тут есть следующие настройки. Label – это название самого поля. Обычно его скрывают, потому что, если это картинка, сверху написано Image или картинка, да. Ну, зачем человеку и так понятно, что это картинка. Поэтому мы его скрываем, Hidden. Вот. А уже как будет выглядеть картинка, мы тут можем настроить размер. В данном случае Large 480 на 480. Ну, тут есть такой конфигурационный, скажем, иконка, где можно выбрать другой. Мы сейчас посмотрим, как это создавать. Вот. Так же, как и в предыдущем, можно, если нам не нужны, не нужны тейли. Мы можем их перетянуть в Disabled, и, соответственно, на странице мы их не увидим. Это понятно? Порядок можно поменять. Да, и порядок, естественно, можем поменять. То есть, Image у нас была, картинка с альбом был в самом верху. Поэтому, вот видите, она первая идет в списке. Вот. Ну, если вам этого недостаточно, вы можете создать дополнительные дисплей-моды. То есть, это для человека, который создает контент, а это для человека, который будет уже просматривать этот контент. Но, в принципе, для, скажем так, для начинающих это плюс-минус. Можете зайти, поиграться, вот сюда, на эту страницу, да. Но, я думаю, что под тех, что есть, вам будет достаточно. Вот. Страшное слово «таксономия», да. Но, я думаю, вы уже привыкли. Что тут нарисовано, я думаю, вы понимаете, правильно? Книжка, ой, полка, книжки. В книжке есть фэнтези и хистори, да. То есть, категории. Ничего, как бы, под этим словом страшного нет. Вот. В дурбале есть, по умолчанию, один словарь. Словарь – это такое сборище всех категорий. И обычно называется, к примеру, если у вас есть новость. В новости есть категории. Какие там, мировые новости, экономика, спорт, фэшн, девочки, мальчики, там, я не знаю, все что угодно, да. О чем может быть новость. Вот. Поэтому вы создаете отдельные словарь, нажимаете Ad Vocabulary, называете его News Category, к примеру. Вот. Сохраняете. У вас появляется тут уже вторая News Category. И тут будет кнопочка List Terms. Вы нажимаете и можете впоследствии Ad Terms добавлять только сколько категорий, сколько вам нужно. Также вы можете вот этим магическим крестиком стягать их туда-сюда, категории, от подкатегории делать. Можете изменять слова там. Ну, то есть, все вы можете редактировать из админки. То есть, едем дальше. Поля. Но перед полями я хочу, чтобы вы выдохнули и сказали, есть вопросы или нет. А есть какая-то из нас для двух полей? То есть, бывает, для двух полей, для этого, когда они два страниц или на страницах? Ну, мы сейчас будем рассматривать именно поля и как они там настраиваются, и как выводятся. Ну, отвечай на вопрос, есть. Да. Еще есть какие-нибудь вопросики? Или понятно? Ну, окей. Поехали дальше. Не зря тут нарисован Супермен, потому что, ну, реально это крутая фишка, которую парень. Когда вы вот создали какой-то контент тип, у вас два поля. Тайтл и Бадди. Бадди это большой такой, объемное поле. Тайтл это худенькое, маленькое для заголовка. Но тут еще, посмотрите, есть куча полей возможных. И тут еще есть скролл. И мы сейчас постараемся быстренько пробежаться, чтобы вы, когда пришли на сайт-билдинг, на практику, уже плюс-минус хотя бы ориентировались, какие поля можно добавить, какие нельзя. И для чего они вам нужны? Итак, поехали. Первое поле называется FieldBullet. Это тип. И тут давайте сразу еще так остановлюсь на пару секунд. Виджет это то, как поле будет выглядеть для человека, который создает контент. То есть, помните, да, слайд? Поле маленькое, поле большое. А форматор это то, как поле будет выглядеть уже для человека, который зашел на статью. То есть, он видит тайтл, он видит там бегущего тигра, он видит текст. Вот так будет поле выглядеть, если он зайдет на эту страницу, и оно не hidden, то есть оно не скрыто. Правильно? Вот так поле будет выглядеть для человека, который зашел на редактирование или добавление этой статьи. Для чего оно может быть надо? К примеру, у вас есть продукты, ваш интернет-магазин «Розетка», и у вас, к примеру, есть ноутбук. И вы хотите сказать, доступен, есть ли он на складе или нет. Есть ли он у вас там в вашем, я не знаю, каком-то охранилище или нет. Вот это поле будет плюс-минус подходить к вашим нужным. Двигаемся дальше. Суперполе, которое очень часто используется, блог, новости, всевозможные там, я не знаю, статьи, если это новостные или информационные, это дата. Как будет выглядеть для человека, который создает? Вот два поля. Вы кликнули сюда, выскакивает такой календарик. Вы можете двигаться вперед-назад, выбирать дату, писать ее вручную, добавлять время. Как будет выглядеть для человека, который зашел на вашу новость? Оно будет выглядеть вот так. Ну, скажем так, не очень красиво, да? Но трупаля, опять-таки, не переживайте, есть возможность изменить дату, ну, в смысле формат даты. Вот тут в настройках вы можете выбрать. То есть дефолт выглядит вот так. Если вы выбрали тайминг роу, то показывалось, как давно создалась эта статья. Понятно? Едем дальше. Имейл. В принципе, тоже недвусмысленное поле. Выглядит для добавления вот так. Мы указали тут placeholder. Знаете все, что такое placeholder? Нет? Это то значение в поле по умолчанию. Когда вы кликайте, оно исчезает. Вы пишете уже свой имейл. Слайд сделал не я, поэтому не уверен, что это имейл по мейландерсу. Но можете написать, проверить. Вот. Тут также можно выбрать, как это поле будет выглядеть для человека, который просматривает вашу страницу. Следующее. Поле ссылка. Предположим, у вас есть контент-гип новости. Вы создаете новость. И у вас в настройках будет возможность выбрать, какие ссылки будут возможно написать в это поле. Первое. Интернал-инкс. Как вы думаете, кому они? Что такое интернал? Интернал. Правильно. Это те ссылки, которые уже есть у вас на сайте. Других вы не можете. Экстернал. Это, соответственно, на другие ресурсы. Например, у вас есть новость. Вы ее украли, взяли у CNN, да? И вы должны написать, что это CNN. И тут, соответственно, ссылку на CNN. И тут текст пишите. CNN. В итоге будет выглядеть плюс-минус вот так. Ну и тут дополнительные есть возможности настройки. К примеру, Open Link in New Window. Если вы сделали тут галочку поставить, да? Чекнули чекбокс. То, когда вы кликаете сюда, у вас открывается новое окно. Ну, просто супер. Дальше. Комментарии. Ну, тут основные настройки. Я думаю, что не очень сильно нужно их там что-то менять. То есть, сколько комментариев на странице? Можно там 10, 25, 150. И, в принципе, на этом все. Также вы в комментариях можете указывать, какие вам поля нужны, какие не нужны. По умолчанию тут есть три. Автор, тема, комментарий, сам комментарий. В итоге получаем вот такую штуку. Вот тут вверху у нас статья. Ну, где-то там. Вот. И два комментария. Автор, дата комментария. И тайтл комментария. То есть, название и сам комментарий. Вот. Дальше. Числовые поля. Это более интересно. В том плане, что вы... Если у вас интернет-магазин, у вас есть цена. Правильно? Для того, чтобы указать цену, вам нужен тип числовый. Первый – это Field List. Что такое Field List? Это возможность, когда вы хотите человеку предоставить список какой-то. Если вы выберете Select List, то у вас будет вот такой выпадающий список. Если вы выберете Radio Buttons, это у вас будет такой переключатель. То есть, вы можете выбрать между разными вариантами. Все варианты вы можете сами написать вручную. Это машинное имя. То есть, то, которое будет понятно машине. А это то, которое будет понятно человеку, который будет создавать эту статью. Новость или еще что-нибудь. Ну и в итоге, для человека, который зайдет на эту вашу статью, он увидит. Это лейбл. Это сам то, что вы выбрали. Вот это Test 1. Если бы вы выбрали Test 2, то, соответственно, Test 2 будет. В принципе, все просто. Вот числовые. То есть, тут вы указываете, сколько там точек после... Ой, сколько чисел после запятой, будет видно на сайте для обычного пользователя. Ну, я думаю, что плюс-минус понятно, что вводим только числа. Текст недоступен. Вот. Скажите, пока понятно? Потому что сейчас мы будем углубляться в более сложное программирование мышкой. Есть вопросы? Есть. Окей. Интернал линс указывается относительно рута домена или сайта? Еще раз. Интернал линс? Да. Куда указывается? Ну, на страницу, которая у вас есть на сайте. Относительно форме домена или сайта? Домена. То есть, если у меня на домене несколько сайтов, то он тут указывает, заслышан. По-моему... Ну да, по-любому, потому что эта работа HTML начинается. Ну, там еще такая магия происходит. Друпал начнет вам помогать и подсказывать, как правильнее его оформить. Потому что там он будет предлагать статью автокомплитом. Так, есть? Да, но там, в этом, на самом слайде было видно, колесико такое. Вы пишете название статьи, оно вам предлагает. Если я создаю тип контент, он в автокомплитер, не хватает слова? Ну, оно все будет. Это не может быть ссылкой, потому что у него нет страницы. Тип контент, это же врачи. Там без разницы. Да, там нет ограничений. Спасибо. Окей. Двигаемся дальше. Что такое референс? С английского означает ссылка чего-то на что-то. Окей? И тут очень полезные поля. Первое поле – это референс контент. И тут, кстати, будет плюс-минус похожий функционал. Вы можете выбрать, какой контент тип будет доступен в референсе. Сейчас скажу пример, где это может быть полезно. Предположим, у вас есть интернет-магазин «Розетка». Вы ее купили у владельца. У вас есть там ноутбуки. У ноутбука есть, к примеру, похожий товар. Или с ним покупают что-то там. И вот это поле может быть полезно для того, чтобы связать этот продукт с тем, которые, в принципе, еще доступны. Как это выглядит? Вот поле. Вы начинаете писать «Тест». И оно автоматом предлагает «Тест Артикл», «Тест Артикл Дрон». Почему только две статьи? Потому что мы тут выбрали «Контент Тайп Артикл». У нас две статьи. Поэтому он предлагает только такой вариант. И вы можете в форматоре выбрать, как вы хотите показывать данную статью, то есть данный «Референс Контент». В данном случае выбрано «Рендеред». «Рендеред» — это означает, что оно вывело его. То есть, получается, под этим полем «Атикл» у нас выводится целая статья. Вот оно. Понятно? Плюс-минус. Хотя бы чуть-чуть. Но я думаю, что на практике кто-то не знает. Посмотрим. Вот. Следующее поле — это «Файл». Очень прикольная штука. Предположим, вы пишете какую-то статью, у вас есть какую-то документацию, вы хотите прикрепить PDF-файл. Или у вас есть какой-то отчет, вы пишете для какого-то грантодателя, и вы хотите прикрепить ему все ваши потраченные деньги в текстовом файле. И, соответственно, вы создаете какой-то на компьютере текстовый файл, пишете, на что вы потратили деньги, прикрепляете, и у вас будет доступно на сайте. То есть, если вы выберете «Generic файл», то у вас будет выглядеть вот так. Если вы выберете «URL to file», то у вас будет выглядеть вот так. Если вы «Table of files», то будет выглядеть. То есть, у вас есть возможность добавить к одной статье несколько файлов. Например, описание, если у вас товар, то документация, документация на английском, документация на украинском, документация еще на чем-то, и гарантия, то есть все, что вам нужно. В «Drupal» есть крутая штука – файлы. То есть, Дима, он показывал контент, и тут список контента. Есть файл, тоже вкладочка такая, и тут список файлов. Как файл называется, какой у него тип, когда он будет там залит на сайт, когда его изменили, и где он используется, в скольких местах. Вы можете все это контролировать. Вот ссылочка на сам, на вот этот табик, и вот на дополнительную документацию по файлам. Если кому интересно, можете почитать. Вот. Ну и супер популярное поле имейдж, которое практически всегда присутствует на всех контент-типах. Собственно, дает возможность загрузить картинку. Вы уже видели в начале доклада. Вы можете регулировать, какие типы, то есть там, ЧПК, ПНГ, или только там ТИФ, или куда загружаете, какая величина картинки. То есть, вы можете конкретно задать, чтобы ваш человек, который будет работать на вашем сайте, к примеру, у вас интернет-магазин продуктов, и вы уже устали повторять контент-менеджер, что там Катя Чивова, чи там Надя, пожалуйста, вырезай картиночку 100 на 500, ни больше, ни меньше. Поэтому вы можете просто попросить человека настроить, чтобы оно не дало ей возможность, или ему загрузить такую картинку. И выброс, ну, соответственно, ошибку, что, пожалуйста, загрузи файл размером таким на такой. Вот. Ну и, соответственно, мы можем регулировать, какая величина картинки появится уже на странице для пользователя. В Друппале есть три, это называется, имейдж-стайла, 480 на 480, 220 на 220, 100 на 100. Если вам мало, и вы хотите что-то еще, вы можете создать свой собственный имейдж-стайл, указать, какого он будет размера, тут написано, увеличить до 480 на 480. И тогда у вас будет возможность в форматере выбрать не 480 на 480, а другой. То есть все настраивается, все просто. Ну и последняя группа полей, это текстовые поля. Это плюс-минус такое же поле, как вы видели, title. Это такое же поле, как вы видели, body. То есть, видите, у вас тут есть такая штучка, она называется, она ck-editor. Что это такое? Это вердоподобное, кто работал в Microsoft Word, редактор, визивик, который позволяет вам как-то изменять ваш текст. Это может быть увеличена шрифта, цвет шрифта, справа налево, сверху вниз, сбоку, там, не знаю, куда еще, по диагонали. можете там добавлять индексы, степень, короче, таблицы, все что угодно, все что нужно, вы можете редактировать, ну, естественно, без фанатизма, потому что нужно чуть-чуть заиграться. Вот список дополнительных модулей, это не полный список, их больше, но тут есть несколько полезных модулей, которые расширяют и дают вам возможность в вашем контент-типе добавить поле, например, адрес-филд. Если вы устанавливаете модуль адрес-филд, вы добавляете такой тип поля в ваш контент-тип, у вас, когда вы добавляете новую ноду, новый контент, будет такое поле, такая простыня, и там будет улица, адрес, там, индекс, страна, область, ну, короче, все что вам надо в одном поле. Окей? Вот. Ну и, допустим, колорфлит. Вы продаете футболки, у вас футболки там красного, зеленого, синего цвета, вы хотите только, чтобы человек, который добавляет у вас футболки на ваш сайт, мог, имел возможность выбрать, какого цвета футболка, сколько она стоит. Я думаю, понятно. Да, дополнительная информация. тут очень много ее, поэтому я вам советую почитать. Вот. И тут наступает третий этап, очень самый классный. Есть ли поля, есть ли вопросы по полям? Скажи, пожалуйста, когда создаешь тип статьи, там вот хотелось бы, чтобы был заголовок, а title прописывался отдельно от заголовка. Это возможно? А title в смысле в браузере, который был? Да, вот этот, который вверху. Ну, из ядра невозможно, а вообще возможно. Чего? Возможно? Можно просто скрыть title, который машина наступает? да, я хотел об этом сказать, но... Можно в таком поле как заголовок? Ну, в принципе, возможно. Возможно, да? Да. А мне очень понятно, что это такое, match style. Зачем они нужны? Я верю, что эти не очень понятны. Значит, match style нужен для того, чтобы у вас есть поле картинка. Часто бывает, что вы не можете постоянно просить вашего дизайнера или человек не знает фотошопа, да, или еще какого-то графического редактора. И он не может, допустим, скажем так, отредактировать картинку так, чтобы она была хорошего размера, потому что, ну, предположим, у вас верстка такая, что слева там должна быть картинка, справа текст. И картинка желательно только такого размера, потому что верстка чуть-чуть съедет. Вот. Это очень часто используется в списках. Мы чуть дальше посмотрим. Вот. И match style позволяет вам возможность создать, скажем, шаблон, и друппал сам вырежет картинку такого размера, какого вы ему зададите. Он может скейлить, то есть расширять картинку, резать картинку, центрировать картинку. То есть, то, что вы ему зададите, он так будет делать и приготовить картинку для вашей статьи. Я немножко дополню. Также в разных местах сайта у вас могут быть разные размеры. Например, где-то, так как это список, это маленькая картиночка, где-то на главной странице это большая картиночка и так далее. И вам не нужно каждый раз перезагружать картинку под разные размеры. Вы просто загрузили один раз большую и задали условия, где какой способ отображения этой картинки использовала. Отличное дополнение. Кто еще вопрос есть? Спасибо. Вот и все, да? Ну ладно, поехали дальше. Теперь Бэтмена обсудим. В Трупале в ядре есть модуль, который называется Вьюз. Это, ну, скажем так, один из, наверное, главных, если не главный, такой козырь Трупала по сравнению с другими и CMS-ами и другими системами. И он нужен, в принципе, для создания списка. К примеру, у вас есть контент-тиф-новости. И вас заказчик попросил сделай мне страницу, где будет 10 новостей. И там будет внизу 1, 2, 3, 4, ну, переключатель по страницам. Вот этот модуль позволяет это быстро решить. Или, допустим, у вас есть заказчик хочет, чтобы блочок с 5-ю новостями выводился на какой-то странице. Вот этот блочок со списком 5 новостей может тоже позволять делать с помощью Views. Ну, и, в принципе, у него очень большие возможности. Давайте плюс-минус посмотрим, что у нас есть. Итак, модуль Views включен Трупал-ядро. По умолчанию у нас есть уже небольшой список модулей. и тут уже есть вот этот файл, с которым мы смотрели перед этим. Вы помните список из файлов, которых мы используем. Вот. Также есть Front Page. В начале доклада у нас была картинка, где Front Page и там две статьи, которые добавлены с двумя тегами, по-моему. Вот. Как оно выглядит? Ну, выглядит достаточно внушительно. Тут куча настроек. Но я вам так скажу, что это вообще такое? Это хротическое представление. Вы можете просто мышкой наклацать и это будет просто не что иное, как запрос в базу данных. И Views позволяет делать этот запрос и по вашим требованиям в формате он выведет эти данные. Он выведет такие поля, которые вам нужны. Он выведет их так, как вам нужно. Это может быть таблица, список, просто неупорядоченный HTML. Все, что вы захотите, он вам так и сделает. Плюс, я не знаю, на тимизации идея, Саша. Вы будете с Views тимизировать, нет? Вот. Если кто уже работал с Drupal, чувствует в себе силу, он хочет потимизировать Views к Саше и вы будете этим заниматься. Вот. Смотрим чуть-чуть в детали, буквально пару моментов. Вы можете показывать полностью контент, то есть он будет выводиться, задаете, какой контент вы хотите видеть, и он будет выводиться, к примеру, на главной странице. Тут можно выбрать поля, и тогда вы можете конкретно поле контент-типа вывести. К примеру, вам нужен только Title и Body. Вы можете выбрать Title и Body. также вы можете настраивать сорт и фильтр, то есть какой тип, только вывести те контент, в которых создан не позже чего-то или не раньше чего-то, то есть куча возможностей. Во втором столбике тут есть возможность вывести пейджер, это переход по страницам. Если у вас больше 10 страниц, то у вас будет возможность вывести такой пейджер, то есть переключатель по страницам. И в итоге вы получаете вот такую картинку, вы вывели Title, соответственно картинка и описание. Это все плюс. Если бы было 12 статей, то внизу было переключатель 1-2 и переключаемся по страницам, туда-сюда. все. Вот. Тут небольшой список тех модулей, которые позволяют расширить функционал Вьюз. Он и так большой, но тут еще можно расширить. Вот, к примеру, слайдшоу означает, что вы можете с помощью этого модуля и Вьюз сделать какой-то слайдер. То есть на главной странице у вас баннер, и вы там можете переключаться, там выводиться какой-то текст, выводиться какая-то картинка, ссылка, все, что вам угодно. То есть вы добавили и у вас уже все классно работает. Смотрим дальше. Блоки. Блоки плюс-минус демо, по-моему, чуть-чуть показывал. Правильно? Пропустил. А, пропустил. Окей. Тогда поблоким. На этой странице структура blocks у нас есть такой замечательный вид регионов. Кто знает, что такое, как вы думаете, header, primary, secondary, есть? Да. И что такое вообще? вот это header, footer. Header подвешено. Да. То есть наша страница может условно разделена на какие-то блоки. Header, content, footer, sidebar. Ну, sidebar это колонки справа, слева, посредине контента. И в каждую эту область вашей темы вы можете поместить тот или иной блок. Вот. Кнопочка магическая Place block. Когда вы нажмете, да, просто на простом установленном друбале выскочит такое окно и вы можете выбрать какой блок вам установить. Вот. Тут пример сайт брендинг. Двой блочок такой. Это лого, сайт нейм, сайт слоган. То есть все, что вы видели, если видно будет тут сейчас. Вот. Вот это лого, вот это сайт нейм, тут я не запомнил, сайт слоган. Выглаз бы еще один текст. Вот. То есть вот этот блочок выводится в хедере, то есть в самом верху. Мы можем указать, на каких контент типах выводить его, на каких не выводить. Мы можем указать, на каких страницах выводить, не выводить. Мы можем указать, каким ролям показывать, не показывать. То есть все возможно конфигурировать в пале, в админке без проблем. Вот. Но опять-таки, если вам этого мало, вы можете создать кастомный блок по своим нуждам, то есть свои поля, свои настройки, тоже без проблем. Вот пример. Вам нужно на вашем сайте вывести плачок с ссылками на вашу страницу в Facebook, Twitter и LinkedIn. Вот поля добавили, поля типа линк, я думаю, вы помните, мы сталкивались с ним. Настроили, где будет выводиться на главной странице, назвали title, вот он, и вот вывелись те ссылки, которые мы заполняли на этом слайде. Вот Facebook, Twitter, LinkedIn. и вот он вывелся в сайтбар, это левая колонка. Понятно? Сложно? Вот. Ну и тут маленький список из того, что я в принципе рассказал, и вы можете почитать дополнительно. Как вы видите, сайт в основном используется Drupal.org, это домашняя страница Drupal.org, там куча всего, там форумы, там обсуждения, модули, все вы качаете оттуда, то есть не надо никуда ходить. Документация тоже там. Практика. Для тех, кто не понял, или первый раз столкнулся с Drupal, приглашаем вас на блок, у нас три блока. Первый блок сайтбилдинг, это мы с ребятами, я их не вижу, но они там, мы их не видим, но они есть. Второй блок фронтенд, это который уже кто-то работал с Drupal, он уже знает всю админ, ему это уже не интересно, и он хочет сам сделать свою тему фронтенд. Вам это так. Ну и третий вид людей, вид людей, да, ну ладно, третья категория людей, это уже кто делал все и прошел в этом жизни, да, но не делал кастомные моды, которые расширяют функционал, то у нас есть третий блок создания кастомного модула, Саша, это кстати по фронтенде, то есть к Саше записывайтесь, приходите, и... дадим корпоративный сайт, он будет супер мега классный, все будем программировать мышкой, несложно, кто боится, welcome. Ну, вы думали, что все программисты с бородой, да, но я и Дима, он доказывает, что не все такие, и поэтому мы разбили стереотип, добавляйтесь друзья, будем дружить с теми, есть ли вопросы? По третьему блоку, там у нас был вьюз мега сложный, есть? Нет? Неужели? Хоть или нет? Можно эти ссылки для повысить? Можно как-то ссылки отдельно чтобы повысить? Мы выложим, да, выложим признаки. Мы обязательно все слайды добавим на страничку в фейсбуке и на метапе они все будут продублированы и скорее всего там же будет добавлено видео, но только не сразу пока оно там обработается, загрузится, чуть-чуть позже. Слайды мы буквально в понедельник выложим, все будет доступно, если в крайности вдруг что-то где-то потеряли, смело пишите мне, Жене, девочкам, такуда угодно, мы везде доступны, везде на любой стене пишите. Есть еще вопросы? Вот А у меня был там слайд У Димы тоже было у меня вот ищите Вот это уже вы можете если зайдете на фейсбуке в комьюнити там вы этих всех людей легко найдете то в списке организаторов то комментируют то еще что-то творят Мы появляемся там впереди Вопрос по поводу безопасности сайта где настраивать как в принципе Трупал постоянно периодически у него выходит обновление по секьюрности то есть по безопасности то есть если вы не пишете свой дополнительный какой-то модуль то он достаточно безопасный единственное что вам нужно обновиться до последней версии что какая страничка подразумевается не совсем понятно это же не о сервере это сервере как сервер настроен но это ниже уровнем это на уровне сервера настраивается то есть есть два варианта первый это вы приходите к вашему системному администратору говорить что-то небезопасное но если вы имеете ввиду друпал то он достаточно хорошо написан и постоянно есть целая security team команда которая именно работает над тем чтобы обезопасить или улучшить безопасность друпала поэтому если у вас последняя версия друпала то смело используйте и не переживайте есть простое самое решение есть модуль называется security kit sec kit сокращает его security kit вы его просто ставите он делает отчет по безопасности вашего ресурса он проверяет как сервер так и настройки php проверяет на последние версии и по этому отчету вы можете сами подконфигурировать если это можно подкикать конфигурировать вроде друпала либо что-то поменять на уровне сервера и друпале еще есть табик такой помните там статус рекорд есть вкладочка и там минимальные требования по безопасности друпала там есть сейчас дима вам покажет да статус рекорд есть базовая дима уже одна ошибка уже не секьюр то есть если вы зайдете на эту страницу вот она тут весь отчет тут по крайней мере базовые по безопасности вы найдете там еще будет расширяться отчет за счет дополнительных модулей дополнять информации это все ну и тут плюс модуль который дима сказал плюс следить за тем чтобы сервер был правильно сконфигурирован чтобы его было ну скажем так непросто взломать вот так отчет выглядит security там xss атаки все все это все тут или настраивается или проверяется то есть внести от страника это картинка я не успел поставить моду так быстро ну плюс минус да то есть вы ставите модуль и смотрите уже по вот этим табиком какая информация доступна и что вам там по-моему даже есть предложение что надо делать а еще есть прекрасный ресурс называется google page insights и он еще больше рассказывает еще и по производительности проверяет ваш сайт есть вопрос есть вопрос это потому что я делал это все запуск проекта делал на коленке вчера ночью и там есть режим называется quickstart одна команда и он сразу разворачивает сайт на SQLite потому что SQLite не требует сервера тогда я предлагаю если вы не против без перерыва чтобы мы успели в тайминге тем более там еще обед успеть и сразу закончим лекционную часть последний последним докладом если что дефект обkin дефект дефект лекционе а от а до 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 Продолжение следует...